Друзья, всем привет! Я сегодня решила снять для вас небольшой вложик. У нас выходной, мы отправляемся немножечко погулять, потому что так долго мы ждали хорошую погоду. Два месяца у нас лили дожди и было так холодно, что теперь, наконец, когда наступило тепло, не хочется сидеть дома, а хочется, конечно, погулять. Но тем более выходной нужно обязательно воспользоваться таким моментом, чтобы провести время вместе с семьей. Руби. В общем, что такое, Руби? Руби развернуться не может, нервничает. Так, значит, какие у нас новости? Особенных новостей нет. Вы спрашивали, кстати, за стройку, но видите, как два месяца шли дожди. Так, я в очках, я, наверное, очки все-таки сниму, то как-то неудобно с вами разговаривать, общаться. Так, буду немножко щуриться. В общем, были же дожди, и, конечно, со стройкой мы еще не могли начинать. Почему? Потому что Рубе надо было подготовить балки для строительства, ну, для крыши. Домник, прикрой окно, пожалуйста. Я нервирую, да, Домник? И надо балки подготовить было, надо было их провокировать там специальным раствором, специальным составом все сделать. Ну, и здесь нашли дожди, а это страшно высохнуть все. Поэтому ничего не стоило с места, на следующей неделе мы уже уезжаем в Словению. Ну, Рубе сказал, что до Словении успеет сделать, какие балки успеет подготовить, значит, успеет. Нет, значит, нет. Ну, что теперь? Лето – это маленькая жизнь, нужно тоже отдыхать, не все время работать. Терраса никуда не убежит, сделаем обязательно, сделаем. Мы уже, кстати, все купили, мы уже камни купили, там такие большие платы купили, каменные, в общем, все сделали. Подготовка на все. Вот что еще у нас нового? Вы спрашивали меня про Иру и Наташу. Наташа в Германии уже больше месяца она здесь, а Ира, наоборот, собирается в пятницу. Мы в Словению едем, а Ира собирается с детьми домой. Да, возвращаются назад, домой по семейным обстоятельствам вместе с детьми. В общем, все полностью, она здесь уже, ну, как бы, то была она зарегистрирована здесь, здесь теперь она полностью везде, как бы, все закрыла, отрегистрировалась от всего, что нужно. Вот, и в пятницу уезжает. И я думаю, что мы на следующей неделе, может быть, во вторник или в следу встретимся в городе. Я приготовила для Иры подарочки. Но я знаю, что она меня смотрит, поэтому я буду это показать, чтобы потом покажу. Вот, ну и что, отправляемся погулять вместе с нами. Берем вас с собой, вот, по такой жаркой погоде где-нибудь сейчас присядем, посидим. Радлер попьем, пообщаемся, в общем. Оставайтесь с нами. Все, до следующего включения. А еще забыла сказать, нас Регина сегодня приглашала к себе. Ну, не в гости, а они поехали на Кузе там грилить. И она говорит, мама, приезжайте к нам. У нас там молодежная команда собирается, там еще племянник мой тоже со своей невестой приехал. Мы, кстати, на даче грилили, на выходных грилили. И вчера, и позавчера грилили, были на автобанзе. Я говорю, нет, мы что-то устали от гриля. Что-то хочется просто где-то посидеть, походить, побродить, не знаю, по лесу. Но грилить что-то тоже мы устали. Хотя долго ждали хорошую погоду, хотели грилить. Уже два раза погрилить достаточно. А она говорит, ну, привозите Доминика. Доминика спросила, нет, мам, я лучше с вами поеду. Не захотел. Тоже уже грилили два дня, устал. Вот. И хочу показать вам, что я начала вязать. Сейчас переключу камеру и покажу. В общем, я размотала пасму в северное сияние и связала образец. Для сайта специально связала образец, потому что многие не понимают, многие меня спрашивают, вот как будут ложиться эти цвета вместе, укладываться в пасму, да, или там в узор, что-то это будет или нет. И я вот вяжу теперь такие образцы из тех пасм, которые будут на постоянной основе. Вот, северное сияние будет на постоянной основе на сайте. И поэтому связала образец, но это еще не все. Начала еще вязать носочки. Вы же знаете, это мои... Так, машина трясет, извиняюсь. Это мои дорожные проекты. И вот, получается, смотрите, вот, без смены нити укладывается вот так вот узорчик Helix. Ну, а потом посмотрим, как будет дальше. Семья в сборе. Привет. Рубик. Рубик пошел. Привет всем. Привет. Привет. Думя, как ты делала? Расскажи про экзамены. Нормально, да? Тебя спрашивали. Да. Хорошо. Три экзамена уже сдал. Еще три. Немецкий... Немецкий... Вертшафт. Вертшафт. Да. Ну, нормально. Политэкономика, типа того. Вертшафт, экономия. А, это только устные были. Это только устные сдал. А сейчас начнется... Когда уже после каникул? Да. Сейчас у Думенька ферия на каникулы. Одна неделя... Неделя. Одна неделя. Нахты ферия. После каникулы. После каникулы. Одна неделя после каникулы у нас будет экзамен. Письменный. Письменный. Письменный будет писать. Тоже будут три предмета. Алгебра... Ой, алгебра, курска. Что я говорю? Математика... Математика, английский и немецкий. Да. Английский, немецкий, математика. По-русски сказал. Да, что мы здесь встали? Действительно, Рубик никак машину не закроет. Мы тут встали. Решаем. Вот так что и все, больше никаких экзаменов не будет. Он закончил, значит, 10 классов. Какие еще? Я сейчас сказала. Нет, нет, а после эти? Нет. А, ну вот я и говорю, что после не будет экзаменов. И поступил Доминик. Как объяснить это? Понимаете, здесь после 10 класса в университет не поступишь. Здесь в университет нужно поступить только после гимназии. Это 12 лет или 13 лет. Так как у Доминика нет гимназии, он только 10 классов закончил. Значит, ему нужно сейчас еще дополнительно отучиться 3 года как бы в технику. Может так сказать или в колледже, я не знаю. В общем, еще 3 года он будет учиться. Сейчас он пошел в 4 классы, потому что один год подготовка. Мы так решили, что так будет лучше для него, чтобы не было такого сильного стресса и все остальное. И сможет подготовиться как раз таки к техникуму, к этой учебе, ко всей. И, в общем, потом посмотрим. Вот. Так, мы пришли, друзья, здесь много людей. Я снимать, наверное, не смогу. Так, я вам просто быстренько покажу. Вот, видите, мы приехали в такой биргартен. Там все сидят, отдыхают. И мы там тоже присядем, отдохнем. Может быть, что-то поедим, я не знаю. Покушаем, салатик, может быть. Доминик проголодался. Ну и попьем какие-то прохладительные напитки. Посидим здесь немножечко, знаете, как... Ну, здесь деревья вот так вот, да? Красиво. А с другой стороны здесь такой дом стоит. И, в общем, частные дома, поле. Ну, в общем, мы как бы в пригороде. Смотрите. Друзья, показываем. Видите, дом, и там вот поле. Вот. В общем, сейчас подкрепимся, отдохнем. Все, до следующего вкратения. Друзья, мы приехали, все занято. Все зарезервировано. Не знаю, где мы сейчас сядем. Сегодня, потому что выходной. Ну и, конечно, все едут вот так обедать. Никто не хочет дома ничего готовить. Все хотят вот так на свежем воздухе посидеть, отдохнуть. Поэтому не знаю, будет сейчас для нас места или не будет. Кстати, мне одна зрительница написала, что очень красивые очки. А вы знаете, у меня было две пары очков. И вот эти такие большие, зеркальные. Они мне тоже нравятся, но не всегда они подходят как бы под мой, ну как, отфит, да? Как это называется? Я сегодня просто, смотрите, вот такой блузкий. Немножко такой стиль и романтик у меня сегодня. В горошек я. И у меня юбка. Уай, держитесь, друзья. Вот, я надела просто юбку, босоножки. Так как тепло, хорошо. Вот. И у меня были другие очки поменьше, такие более круглые, это самое. Но я их забыла, когда мы были у Ирины на даче там под Мюнхеном. В общем, я их там сняла, где-то в корзинку положила, в общем, короче, забыла. Вот. А другие пока такие не купила поменьше. Поэтому вот в таких больших зеркальных с вами общаюсь. Ну, я думаю, что вам это не мешает. Мы нашли место, нам принесли карты. Вот, называется Яга-хаус, куда мы приехали. Такой уютный уголочек, здесь около елочки как раз, бревнышки. И даже еще, знаете, я вам что покажу? Здесь старый колодец. Ну, это, конечно, только декорация. В общем, мы здесь как раз присели. Очень рады, что нам дали местечко. Сейчас будем думать. Проголодались. Нам принесли заказ. Мы заказали с Робби вместе вот такой салат. И здесь немножечко мяса и брускетта заказали. Вот. А я вяжу носочек. Смотрите уже, как продвинулось. А Доминик заказал себе бюргер. Вот. Так все аппетитно выглядит. Всем приятного аппетита, друзья! Робби, выключи, пожалуйста, музыку. Мы подкрепились, отдохнули. Так хорошо посидели там. Просто прелесть на свежем воздухе. И сейчас Робби говорит, поедем на озеро. Здесь красивое озеро. Тоже можно проходить, погулять. В общем, еще подышим свежим воздухом. Полюбуемся природой. Я для вас, конечно, посидимаю. Оставайтесь с нами. До следующего включения. Все запарковано около озера. Мы все-таки нашли место. Сейчас пешочком до озера пройдемся. Пешочком до озера пройдемся. Пешочком до озера. Пешочком до озера. После того, как мы прогулялись по озеру немножечко, до конца мы, естественно, не дошли. Потому что озеро оказалось не просто круглое. Оно еще там в сторону уходило. В общем, мы чуть-чуть прошли и вернулись назад. Сейчас приехали к нам почти уже домой. Мы уже около дома недалеко. И у нас здесь есть такое кафе-мороженое. Ай-стиле такое итальянское. Мы решили еще мороженое. Мы решили еще мороженое поесть. Я люблю, я люблю вообще кислятину. Я люблю цитроновое или вишневое. Доми, а что ты хочешь? Посмотрим. Робби, а что ты хочешь? Посмотрим. Посмотрим. Ясно. Я что-нибудь кисленькое возьму, как всегда. В общем, в кафе мы решили вот это заказать с Робби. Одно на двоих, потому что Робби говорит, это калорийная бомба. А Доминик, а что ты себе заказал? Креп с нутеллой. А, блинчик с нутеллой. Где здесь? Вот это ты заказал с бананом? Я бы что-то купил. Доминик, ты это заказал с бананом? Нет, с нутеллой просто. Просто с нутеллой. Ага, ясно. В общем, ждём наш заказ. Нам принесли наш заказ. Вот это да. И Доминику принесли блинчик. У меня тоже большой блинчик. Да, давай мы это уберём. Подожди секундочку. Вот так. Что у нас здесь? У нас здесь дыня. Спасибо. Киви, ананас, клубника. Ещё ягоды здесь. Красота. Друзья, всем приятного аппетита. Ещё такой дождик здесь для красоты нам. Мы посидели, поели мороженое. Его ели доели. Там такая огромная вот эта вот, как её была, я не знаю, пиалочка это или что это? На ножке было. Но это просто вообще. Еле доели. Ну, было очень вкусно. Очень вкусное мороженое было. Там столько было фруктов. Какие-то там ещё и ликёры были. Что-то, в общем, очень-очень вкусно было. Вот, в общем-то, и всё. Наш день закончился. А когда мы на озере гуляли, я ещё сделала красивые фотографии с носочком. Я уже до пятки довязала. Обязательно вставлю вам эти фотографии. Ну вот, друзья, наш день закончился. Вам желаю также приятного, хорошего дня, хороших погодных. И до новых встреч. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова